Я предлагаю обратиться к сюжету нашего корреспондента Стефана Филатова на очень злободневную, я бы сказал, и животрепещущую тему. До начала нового учебного года осталось всего несколько дней. Готовятся к нему не только школьники и студенты. Осенью в Крыму стартует программа «Мое будущее». Команда профессиональных педагогов и работников образовательной сферы докажет выпускникам местных детдомов, изменить свою жизнь никогда не поздно. В этом году в проекте примут участие 10 человек. Отбор проходил долго, ведь главное условие – их собственное желание и готовность к глобальным переменам. В обучении новой профессии и непосредственно работе помогут наставники. Для Александра это дело чести, пользу видит и для себя. Теория, практика и передача знаний. Только так, уверен мужчина, можно стать настоящим профессионалом. У меня хорошее опыт вождения. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Кого-то научить ездить в большом городе, а кого-то научить ездить в горах. Соответственно, наверное, начало познакомиться, выявить интересы, сильные стороны человека, ну и постараться максимально их развить. Выстроить доверительные отношения с ребенком, раскрыть его сильные стороны, укрепить личные качества и вселить веру в себя. Организаторы проекта ставят перед собой амбициозные задачи. На их реализацию понадобится немало сил и времени, в течение которого подростки получат всю необходимую образовательную базу. А отвечают за это специально подготовленные тьютеры. Они являются связующим звеном между подопечными и наставниками. Что еще входит в ваши обязанности? В обязанности тьютера данной программы входит помощь наставникам. Они являются как бы наставниками наставников. Люди, оказавшиеся даже в тяжелой жизненной ситуации, они способны найти внутри себя опоры. И мы им будем всячески помогать. Опоры, которые помогут им потом строить свою собственную жизнь. В России программа «Мое будущее» реализуется с 2006 года. С ее помощью тысячи подростков возрастом от 15 до 23 лет раскрыли свои таланты. Стали бизнесменами, аграриями, работниками различных производств. Нашли способ сделать то, о чем давно мечтали, но не знали, с чего начать. Я очень вдохновлена этой программой. Я вижу результаты в других регионах страны, каким результатом приходят наставляемые. Для меня очень важно, где мы живем, в каком обществе живем. И мне не все равно, где будут жить мои дети и внуки. Проект предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия. За 8 месяцев наставники и педагоги сделают все возможное, чтобы их подопечные стали настоящими профессионалами. Как показывает практика, в будущем многие из них примут участие в программе «Вновь». Только теперь уже в роли наставников. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok